Конные состязания, забеги тазе, танцы, песни и, конечно, просто море кумыса. Именно этому национальному напитку посвятили этнофестиваль на живописном берегу озера Шалкар. В программе мероприятие развлечения на любой вкус да с национальным колоритом. Наша съемочная группа с головой погрузилась в атмосферу настоящего праздника, а теперь спешит поделиться с вами в нашем традиционном пятничном сюжете. Как вы видите, фестиваль удался. Здесь вам и спортивные состязания, и концертная программа, и конкурсы. Но начнем мы с главного, что называется, виновника торжества. Речь пойдет о кумысе, ведь именно этому кисломолочному напитку посвящено мероприятие. И неспроста я вам скажу, богатая история, целая кладезь витаминов, насыщенный вкус и при этом совершенно разные технологии приготовления. Кумыс из древней считается не только вкусным, но и полезным напитком. К примеру, в нем витамина С больше, чем в обычном коровьем молоке. История напитка насчитывает не одно тысячелетие. Кстати, по древнеказахской традиции кумыс наливают каждому путнику. Скажите, а в чем секрет такого насыщенного вкуса? Кладку необходимо прокоптить. Затем порциями нужно проливать молоко и тщательно вымешивать закваску. Полученная смесь должна простоять не менее суток, чтобы получился хороший насыщенный вкус. У меня в хозяйстве три лошади. Я уже более 40 лет занимаюсь приготовлением кумыса. Рецепт передала мне свекровь. День получается примерно по 16 литров. Хватает и моей семье, и односельчанам, которые приходят, чтобы кумысом подлечиться. Женщина специально к фестивалю приготовила далеко не один литр напитка и спешит поделиться кумысом с членами жюри и гостями фестиваля. Что ж, не будем отвлекать Баян Сулу Ахметову, мы к ней еще непременно вернемся. Поговорим о том, чем еще мог развлечь себя зритель этнофестиваля. Во-первых, казак-куреса. Вокруг импровизированного борцовского ковра выстроились немало людей, чтобы поболеть за понравившегося полуана. Во-вторых, осы коту. Народную забаву любят очень и очень многие. В-третьих, забеги тазы. Эта порода собак уже не одну сотню лет является верным спутником казахских охотников и свои прямые обязанности выполняет на ура на протяжении всей истории. Ну а больше всего зрители собрали, конечно же, скачки. Вольные жеребцы в руках мастеровитых всадников становятся настоящими ракетами, чей забег столь же красив и стремителен. Победителем в скачках четырехлетних жеребцов стал конь по кличке Жебе. Его наездник рассказал о том, как готовился к состязанию. Первый раз участвовал в скачках. На подготовку ушло около 10 дней. Понадобилось немало сил. Очень рад и горд, что среди 12 участников стал первым. Кстати, на этнофестивале можно было не просто от души напиться кумыса, но и посостязаться в этом. Суть в следующем. Желающий должен за ограниченное время выпить максимум пиал с кисломолочным напитком. Быстрее всех в этом оказался Назарбек Галиуллин. В этом конкурсе участвовали 10 человек. Я смог выиграть. Как это вышло? Я просто каждый день практически пью саумал. Но победить было, честно говоря, тяжело. Я за отведенное время выпил 5 пиал. Выпил бы и шестую, но время вышло. Снова вернемся к Баянсулу Ахметовой. Она, между тем, стала победителем конкурса на лучший кумыс. Члены жюри долго совещались, но в итоге единогласно отдали предпочтение именно напитку этой женщины. Этнофестиваль, посвященный кумысу, стал огромной радостью для жителей Теректинского района, которые попросту соскучились по таким большим событиям. Край находится в зеленой зоне, поэтому каких-то очень серьезных санитарных ограничений не было. Такие мероприятия, так и будем продолжать в других округах. Действительно, не только мероприятия, но мы собираемся сделать существенные дела. Действительно, не только из бюджета. Действительно, люди, которые живут на самом деле в этом поселке, занимаются своим бизнесом, развивают сельское хозяйство. И они сами вышли с предложением, хотят, например, приурочить 30-летию, построить мини-спортивные площадки, детские площадки и воркауты. Стоит отметить, что Этнофестиваль прошел в рамках госпрограммы «Рухани Джангру». Его посвятили 30-летию независимости страны. Мероприятие проходит уже четвертый год, правда, не подряд. В 2020-м его пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Алексей Кочемасов, Рустем Ищанов, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.